БесмиЛАЯХИ ВАХАНДУЛАГИ ВАССАЛАТУ ВАССАЛАМА АЛЯ БСЯ МИЛУЛАГИ ВАЙССАЛАТУ ВАССАЛАМ АЛЯ РАСУЛЛИ ЛЛАГИ Мы разобрали с вами свидетельство ЛЯ ИЛА ИЛАЛЛЛАГИ Мы говорили о доводе на это свидетельство из Курана или forwards Затем разобрали значение свидетельства ЛЯ ИЛА ИЛАЛЛЛАГИ Затем разобрали с вами неправильные тафсиры, неправильные варианты понимания ЛЯ ИЛА ИЛАЛЛЛАГИ Которые распространены, к сожалению, среди многих мусульман на то толкование, которое мы сказали. Вторая часть свидетельства или вторая часть первого рук на первого столпа ислама, это свидетельство Мухаммаду Расулу Аллах, Мухаммад посланник Аллаха. Автор приводит здесь также доказательства на это свидетельство Мухаммаду Расулу Аллах. Это слова Аллах Субханного Та'аля К вам явился посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас и он добр, и он серден к верующим. Вот это вот доказательство на то, что Мухаммаду Расулу Аллах пришел к вам посланник из вас самих, из вашей среды. Это доказательство. Смысл этого аята, который автор привел в качестве довода. Лякад джаакум Расулу Мин Амфусикум. Лякад джаакум Расулу Мин Амфусикум. Аят из какой суры? Суры Тауба. Лякад джаакум. Вот это вот лякад в начале аята. Когда вы видите лякад, это означает, что там есть клятва. Эта клятва не произносится, но клятва подразумевается. Если есть лякад. То есть, словно бы перед этими словами есть что? Клятва сказана в Аллахи. Как будто вы говорите в Аллахи. Клянусь Аллахом. Лякад джаакум. Поистине, несомненно, пришел к вам посланник. То есть, Аллах Субханава Та'аля здесь упоминает три оборота подтверждения, утверждения, чтобы не было никаких сомнений ни у кого. Это клятва подкреплено. Это утверждение, что пришел посланник. Чем подкреплено? Клятвой. Она подразумевается, несомненно, перед лякад. Хорошо. Потом частица лякад. Ля. Вот это частица ля. Она частица утверждения. То есть, когда человек говорит с этой частицей, то речь становится какой? Более убедительной, подтвержденной, твердой. Хорошо? Икад. Лякад. Это тоже частица утверждения, подтверждения, усиления смысла. То есть, не всякого сомнения, клянусь, несомненно, не всякого сомнения, пришел к вам посланник. Мин арфусикум. Из вашей среды. То есть, из числа людей. По милости Аллаха, он не из числа ангелов. Как просили многобожники, чтобы посланник был из числа ангелов. Если посланник был из числа ангелов, то как бы они учились у него, как поклоняться Аллаху, как жить. Согласно религии Аллаха, Субханава Тааля, если пришел человек, подобный тебе, то он для тебя пример. Ты от него сможешь взять, как тебе жить. А если это будет ангел, существо совершенно другой природы, то как ты будешь учиться у него? Так, из вас, из вашей среды, из людей. Азизун алейм амиттум. Его тяготит то, что доставляет вам муки и тяготы. Посланник Аллаху, Субханава Тааля, такой был. Милостивый к людям, сочувствующий к ним. Ему тяга снад. То, из-за чего люди страдают, что тяготит людей. Харисун алейкум. Он старается для вас. Он старается для вас. То есть, для того, чтобы вы встали на правильный путь, и чтобы вы спаслись. Пророк, Субханава Тааля, не упустил ничего, представьте, ничего, из того, что приближает людей к Аллаху Субханава Тааля. Обязательно об этом сообщил, и обязательно это приказал. А самое главное, из того, что приближает людей к Аллаху Субханава Тааля, это что? Это таухиид. Он, Пророк, Субханава Тааля, сообщил о нем, он приказал его. И Пророк, Субханава Тааля, не упустил ничего, что отдаляет людей от Аллаху Субханава Тааля, и обрекает людей на кару Аллаху Субханава Тааля. Обязательно сообщил об этом, и запретил это. И самое главное из этого, то, что отдаляет от Аллаха, что запрещено, было пророком Мали-Салям, это шерп. Итак, это доказательство на то, что Мухаммад Расулулла на это свидетельство из Кур'ана. Клянусь, несомненно, явился к вам посланник, говорит Всевышний Аллах. Подтверждаю, что Мухаммад посланник Аллах. Далее. По той же схеме. Далее автор, когда разбирали свидетельство ля и ля и ля и ля Аллах, после доказательства, что упомянул, о чем говорил, разъяснял значение ля и ля и ля и ля Аллах. Также и здесь значение Мухаммаду Расулу Аллах. Значение Мухаммаду Расулу Аллах. Мухаммад, посланник Аллаха, которого нельзя обвинять во лжи или подозревать во лжи. То есть безоговорочно нужно верить и в то же время это раб Аллаха, которому нельзя поклоняться. Еще раз. Это раб Аллаха, которому нельзя поклоняться. Это посланник, которому нельзя не верить. Мухаммаду Расулу Аллах. И вытекает из этого, ты подтверждаешь, что Мухаммад Расулу Аллах. Ты свидетельствуешь об этом. Свидетельство мы говорили непременно. Две вещи должны включать. Какие две вещи? Да, убеждение в сердце и подтверждение это языком. Это тогда называется шагат. А вот если свидетельствуешь, что Мухаммад Расулу Аллах, то это подразумевает обязательно четыре вещи, которые нужно запомнить. Четыре вещи обязательно должно из этого вытекать. Первое. Если ты свидетельствуешь, что Мухаммад Расулу Аллах, ты должен подчиняться его приказам. Автор говорит. Свидетельство оно подразумевает четыре вещи. И говорит, первое, что заключается оно в чем? Подчинение его приказам. Приказ Мухаммаду, салу Аллаху, алей и ассалям. Ты подчиняешься ему во всех его повелениях. Во всех его повелениях. Потому что подчинение посланнику Аллаха, салу Аллаху, салям, к Мих firefighters, это подчинение Аллаху. Подчиняясь Мухаммаду, ты подчиняешься Аллаху. Потому что Аллах говорит в Коране Кто подчиняется посланнику, тот несомненно подчинился Аллаху. Подчинение посланнику это подчинение твоему Создателю. Потому что он посланник этого Создателя, принесший, донесший от него его волю, его святую волю. В другом аяте Скажи у Мухаммад людям, если вы любите Аллаха, а все утверждают, что они любят Аллаха, и христиане утверждают, что они любят Аллаха, и иудеи утверждают. Так вот, если вы любите Аллаха, тогда последуйте за мной. И тогда возлюбит вас Аллах. Утверждать, что ты любишь Аллаха, не это цель. Цель – доказать это и получить любовь Аллаха, Субханава Та'Аля. Через что? Через следование Мухаммада, Сау Салам. Итак, первое, что должно вытекать и что должно заключать в себе свидетельство Мухаммада, Расулу Аллаха, что это? Подчинение его приказам, его поведениям. Второе. Второе – это убежденная вера во все, о чем он сообщил. Убежденная вера во все, о чем он сообщил. То есть, если дошло что-то достоверное от пророка Мухаммада, Сау Саламу, с каких-то сообщений, ты безоговорочно должен верить в это. Безоговорочно, без всяких сомнений. Тогда это вера. Тогда ты действительно считаешься засвидетельствовавшим, что Мухаммад – Расулуллах. Ты должен быть убежден в тех вещах, которые относятся к сокровенному знанию, о которых сообщил. Мухаммад, Сау Саламу, о которых поведал Мухаммад, Сау Саламу, если что-то относится к эльмуль-гайб, к сокровенному. Ты это не видишь. Ты это никогда не видел. Но Мухаммад, Сау Салам, сообщил об этом, то, что относится к сокровенному знанию, к сокровенному миру. Поведал об этом. Мухаммад безоговорочно должен быть убежден в этом. Например, пророк Алей Саламу сказал, что это вторая комната и ля Саламу, саби неферка. Моя ума разделится на 73 группы. Ты можешь сомневаться в этом? Нет. Безоговорочно должен верить, что да, эта ума разделится на 73 группы. Чтобы произойдет вот этот вот раскол, и все эти группы будут в огне, кроме одной, та, которая на том стоит, на чем был Мухаммад Саламу и его сподвижники. Или пророк Алей Саламу сам говорит в достоверном хадисе, «Ля кунэнна мин уммати аквами стахиллун аль хирра вал харира вал хамра вал маазиф». Непременно будут появиться в моей умме такие люди, которые будут считать, объявлять, дозволенными прелюбодеяния, шок, харир, вино, аль хамр, вал маазиф, музыкальный инструмент. Будут называть, объявлять музыку, музыкальные инструменты дозволенными. Что мы говорим относительно всего этого? Мы говорим, «Аманна, ва саддакна, ва салямна». Вот это наши слова. «Аманна, ва салямна, ва саддакна». «Аманна» – уверовали, саддакна – подтверждаем это, убеждены, салямна – предаемся. Безоговорочно. Так, это второе, что должно подразумеваться, в связи с Мухаммадом, Расулу Аллахом. Что? Верить безоговорочно во все, о чем сообщил Мухаммад Саламу алейхусалям. Третье, что? Отдаление от всего, что он запретил и от чего он удержал. Если что-то запретил Мухаммад Саламу алейхусалям, от чего ты удержал, отдарись от этого. Если ты говоришь Мухаммаду Масулуллах. Посмотрите, Иджитинаб, автор говорит Иджитинаб. Это слово Иджитинаб происходит от какого слова? От слова джаниб, сторона. То есть, он использовал, автор здесь такое яркое, наиболее выражающее, этот отказ от запретного слова Иджитинаб. Слово джаниб, оно происходит. Что это значит? Это значит, что ты должен быть в одной стороне, мы все должны быть в одной стороне, а то, что запретил Мухаммад Саламу совершенно в другой стороне. Это в одной стороне, мы в другой. Не вместе никак. Иджитинаб. Не просто сказано оставить, а отдалиться совершенно. Это в одной стороне, мы в другой. И четвертое, что? Что подразумевает Мухаммаду Масулуллах? Поклонение Аллаху только так, как Он научил, только так, как Он установил. То есть, не поклоняйся никак, если это не соответствует Сунни. Только в соответствии с Его Сунной Саламу алейхусалям. Вот эти слова автора, это опровержение кому? Вот этим вот сторонникам бедятов, которые вносят в религию то, что не относится к этой религии. Всякие виды поклонений, формы поклонений, не соответствующие Сунни Мухаммаду Саламу алейхусалям. Это четыре вещи, которые обязательно должны заключаться в свидетельстве Мухаммада Расулуллах. В свидетельстве Мухаммада Расулуллах у тебя должны быть эти четыре вещи. Какие четыре вещи? Кто-то один. Первое, это подчинение приказам посланникам Аллаха. Безогласно подчиняться приказам. Второе, вера в всё то, что Он сообщил нам. Безогласно вера в святую Царь. Третье, это отдаление от того, что Он запретил, или от чего Он удерживал. И последнее... Привержение о любви, да. А, да. И поклоняясь Аллаху только так, как Он показал нам примером Своим. Только так, как Он установил. Итак, мы разобрали с вами первый столб Ислама. Это шагада, свидетельство. Свидетельство состоит, мы сказали, из двух свидетельств. Свидетельство ля иля иля Аллах. Свидетельство Мухаммада Расулуллах. Следующий столб, второй столб Ислама, это намаз. Третий столб, это закат. Четвертый столб, это пост. Солм, месяц Рамадан. Пятый столб, это хадж, запретному дому. И автор потом приводит доводы. И он говорит, указанием на необходимость совершать намаз. И выплачивать закат. И одновременно толкованием Таухида являются слова Аллаха Субханава Та'аля. А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, будучи ханифами. Будучи ханифами. Ханифия, мы говорили с вами, это религия, отклонившаяся от нога Божия и устремившаяся к Аллаху Субханава Та'аля, к Таухиду. Будучи ханифами. Совершать намаз. Совершать намаз. Это довод на что? На намаз, что это столб Ислама. И выплачивать закат. Это довод на то, что закат столб Ислама. Дальше. Это правая вера. Это правая вера. В которой нет кривизны, в которой нет отклонений, в которой нет недостатков. Ляйвиджаджа фиги, уаля халал. По-арабски говорят. Нет в ней кривизны и нет в ней недостатков. Дальше он приводит довод на пост. Месяц Рамадан. Слова Аллаха Субханава Та'аля. Яйва лязина мину кутеба алейкум уссиян. Кама кутеба лязина мимкабликум. Лаалякум таттакум. О те, которые уверовали. Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы будете боговоязненными. О вы, которые веровали. Вам предписан пост. Месяц Рамадан. Сыян. Так же, как он был предписан тем, которые были до вас. Аллах Субханава Та'аля говорит об этом, что предшествующей общине у них тоже был пост. Для чего? Чтобы для нас это было утешением, облегчением. Чтобы мы знали, что не только нам и предшествующим общинам это было предписано. Это облегчает поклонение. И Аллах Субханава Та'аля говорит о том, что им был минен в обязанность пост, но Аллах не сообщает, каким был этот пост. Это был несколько иной пост, не так, как у нас. Что мы за твоято можем взять? Что пост был минен, но какой это был пост, мы что? Знать не можем из этого ято. Ля алякум таттакун. Может быть, вы будете богобоязнены. Цель всего этого. Цель намаза. Цель заката. Цель поста. Цель любого приказа Аллах Субханава Та'аля. Какая? Чтобы мы стали богобоязнены. Ля алякум таттакун. Чтобы мы стали богобоязнены. Потому что богобоязненный он тот, для которого Кур'ан неспослал. Как начинается с Уральба кара. Алиф ламми. Эта книга, нет сомнения в ней, руководство для кого? Для богобоязненных. В этом сказано далее, что они счастливые. Да, они счастливые. Они счастливые. Поэтому цель всего этого, цель поста в том числе, если вы читаете аяты Кур'ана, где Аллах приказывает что-то или запрещает что-то, вы увидите, что обычно в конце всегда Аллах Субханава Та'аля говорит про богобоязненность. Обратите внимание, в конце сказано про богобоязненность. Аяты поста. В Куране, в Сур-Альба кара, начинаются аяты о посте. Это вот первый аят. Потом идет ряд аятов. Целый ряд аятов. И последний аят, в нем тоже сказано о чем? О богобоязненности. То есть Аллах начал свой рассказ о посте, о его хукмах. С чего? С упоминания богобоязненности и закончил чем? Упоминанием богобоязненности. То же самое аяты хаджа. Почитайте в Куране, посмотрите. Сур-Бакара, аяты про хаджа. Начинается, заканчивается чем? Богобоязненность. Богобоязненность, что такое? Мы сказали, это может быть, вы будете богобоязненны. То есть, может быть, вы сделаете преграду. Сможете сделать преграду между собой и наказанием Аллаха Субханава Та'аля. И обратите счастье таким образом. Установите преграду, посредством чего? Выполняя его приказы, оставляя его запреты, основываясь на знании, а не на невежестве. Основываясь на знании, основываясь на понимании. Это доказательство на пост. И затем доказательство на, автор приводит на паломничество, на хадж. Слова Аллаха Субханава Та'аля. Люди обязаны перед Аллахом совершать хадж к дому, к Абе, если они способны проделать этот путь. Если способны проделать этот путь физически и материально. Потому что он тот, кто не может ни физически, ни материально, с него снимается обязанность. Кто может физически, но не может материально, с него тоже снимается обязанность. Кто не может физически, но может материально, он обязан уполномочить кого-то и послать вместо себя на свои средства, чтобы он совершил хадж. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах. Если ты будешь отвергать установление Аллаха, то не думай, что Аллах нуждается в своем хадже, это ты нуждаешься в хадже, в поклонении Ему. Аллах не нуждается ни в чем, Он самодостаточный, ни в чем из миров, поэтому не испытывает нужды. Это что касается первого уровня веры, ислам. Внешние деяния человека, включающие шагада, свидетельство, это деяние языком, включающие намаз, включающие заказ, включающие хадж, ну конечно же кто-то скажет, а если человек, у него это все есть, но у него нет при этом имана, нет имана, получается что он мусульманин, уже он вошел в круг ислам. И он уже перестал быть неверующим, мы скажем нет. Ислам, да, это первый уровень, но обязательно при этом должно быть что? Что-то из имана. То есть минимум имана должен быть. И где указание на это? Где указание на это, что при исламе, что человек стал мусульманином, у него должен быть иман тоже? Что не может быть он мусульманином, если у него нет имана? Где доказательства? Шагада. Шагада. Свидетельство. Мы говорили с вами, свидетельство что означает? И не только языком сказать, но иметь в сердце убеждения. А убеждения эти какие? Вспоминаем смысл? Что это значит? Это значит, ты отвергаешь всех лжебогов, в том числе, когда поклоняешься сердцем. Это значит, ты устремляешься к поклонению Аллаху Субханаму Ата'аля. Это значит, ты веришь в Аллах Субханаму Ата'аля. Ты говоришь Мухаммаду Расулу Аллаху, значит, ты веришь в Писание, которое не спасало Аллах через Мухаммаду Субханаму. Значит, ты веришь во все, о чем сообщил Мухаммаду Субханаму Ата'аля, во все шесть столбов имана. То есть, уже в этом шагаде заключается, что и тот минимум имана, который должен быть у человека. Понятно? Идалия, афтар, рахмаху Аллаху Та'аля, гварит, المرتبة الثانية, الإيمан, وهو بدр, 70 шагба, фаалаها قول, لا إله إلا الله, وадناها إماغة الأذى عن الطريق, والحياء шагба من الإيمан, وأركانه ستة, أن تؤمن بالله, وملاهكته, وкутбе, ورسله, ولوم الآخر, وتؤمن بالقدر, خيره, وشره. والدليل على هذه الأركان الستة, قوله تعالى, ليس البرران تولوا وجوهكم قبل المشيق والمغرب, ولكن البرران آبان بالله, واليوم الآخر والملايكة والكتاب والنبيين. والدليل القدر قوله تعالى, إننا كل شيء خلقناه بقدر. ступень 2. إيمان. إيمان – это 70 с лишним ответвлений. высшие из ответвлений слова – нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. низшие – убрать препятствия с дороги, а стыдливость – одна из литвей веры. вера имеет шесть толпов – вера в Аллаха, в Его ангелов, в Его книги, в Его посланников, в последний день и в предопределенность хорошего и плохого. на эти шесть толпов указывают высказывания Всевышнего. благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и на запад, но благочестие в тот, кто уверовал в Аллаха, в последний день, в ангелов, в Писания, в пророков. на веру в предопределение указывают высказывания Всевышнего. поистине мы всякую вещь сотворили по предопределению. Итак, вторая ступень этой религии, религии ислам, аль-إيمان – вера. заключается, говорит автор, в вере в шесть толпов – вера в Аллаха, вера в Евангелов, вера в Писание, вера в посланников, вера в последний день, вера в предопределение Аллахом хорошего и плохого. Кто-то скажет, а что же на первой ступени, когда человек становится муслимом, становится мусульманином, на первой ступени, ступени Ислам, от него не требуется вера в эти шесть толпов? Мы говорим, требуется, конечно. Без этого человек не может быть мусульманином. Но почему упоминается это как второй уровень или вторая ступень? Потому что на этой ступени, на которой мусульманин становится не просто мусульманином, муслимом, становится мумином, верующим, в истинном смысле этого слова, эти убеждения в его сердце становятся очень сильными, они очень глубоко проникают в сердце. Иман становится крепким, иман становится совершенным. А иначе на первом уровне, когда человек свидетельствует «Ля Иля Иля Аллах Мухаммаду Расулу Аллах», конечно, когда он говорит «Ля Иля Аллах Мухаммаду Расулу Аллах», он тем самым заявляет о том, что он верит во все, о чем сообщил Мухаммаду Саллаху Алию Ва Саляму. Конечно же, это шесть толпов имана, безусловно. Но там, на первом уровне, от него требуется вот этот вот минимум имана, верить в некоторые вещи, о которых мы поговорим позже, которые обязательны для того, чтобы у человека состоялись вот эти вот столпы, для того, чтобы он стал мусульманином. Но второй этап – это когда вера в это, с увеличением знания, конечно, человека, с увеличением его праведности, эта вера становится совершенной, укрепляется, становится незыблемой, крепкой, совершенной в его сердце. Поэтому, мухаммад – второй этап. Хорошо? Итак, верить в эти шесть столпов – это то, без сего человек не может стать мусульманином вообще. То есть, чтобы выйти из куфра и войти в ислам, у него должна быть вера в эти шесть столпов. В тот минимум, в каждом из этих столпов, без которого не может состояться иман, вот в этот столб. Хорошо? В тот минимум. Уже, конечно, по мере роста знания человека, все, что он узнает, сверх этого минимума, во все это он обязан верить. И иман его становится все более и более совершенным. Итак, второй уровень, или вторая ступень этой религии, религии исламского, когда пришел Мухаммад саллаху алейкулсалям, это иман. Иман. Что такое иман? С точки зрения арабского языка мы говорили с вами, что те термины, которые мы встречаем в Коране, в Сунне, они имеют два значения. Значение языковое, то есть его изначальное языковое значение. Это слово оно было до прихода Мухаммада саллаху алейкулсалям. Было у арабов. Слово иман. Было? Было. Что оно означало? То есть его изначальное языковое значение и уже значение этого слова, этого термина в шариате, в исламском шариате. Мы говорили с вами, что знать языковое значение, да, это важно, но это не то, что нас интересует в первую очередь. Потому что Аллах, субхану ва тааля, обязал нас поклоняться Ему на основе чего? На основе вот этого языка, языкового понимания, которое было до ислама? Или на основе шариата? На основе шариата. Поэтому то, на что мы опираемся и что нас интересует в первую очередь, это какое определение? Это определение шариатское. Так, иман с точки зрения арабского языка. Что означает иман? Означало иман у арабов. Означает таслик. От таслик в оликрар. То есть подтверждение, крат, принятие на веру таслик. Принятие на веру чего-то и подтверждение чего-то. Это по-арабски иман. Ясно или нет? Если спросят языковое значение слова иман, вы скажете, это принятие на веру, от таслик, в оттверждение, икрар. Это иман. Но, как мы говорили ранее, главное, что нас интересует, это значение слова в терминологии шариата. Потому что Аллах, сука, обязал нас поклоняться Ему посредством Его шариата. В терминологии шариата, что такое иман? Иман – это слово языка, убеждение сердца, деяние органами. Три вещи составляют иман. Что? Слово языка, убеждение сердца, то есть деяние органами. Слово, убеждение, деяние. Увеличивается. Это четвертый пункт. Он увеличивается от покорности Аллах, субханава та'аля. Язиду бета'ати ар-рахман. Язиду бета'ати ар-рахман. Увеличивается от покорности Аллаху. Бета'ати шайтан, говорят, уменьшается от покорности шайтану. Или уменьшается от ослушания Аллах, субханава та'аля. унижается от грехов эти вот пять пунктов 5 пунктов их называют иногда 5 нунов почему 5 нунов потому что каждый из пунктов заканчивается на букву ну хорошо аль каул биллисан слова лисан язык языка дальше али атикад бильдянан джанан это сердце лицикад бильдянан убеждения сердца аль амал билабдан деяния органами лабдан опять на н на нун заканчивается что он третий нун потом язиду бетаатир рахман увеличивается от покорности аррахмана то есть аллаху субханава тааля уменьшается от покорности шейтану опять в конце 5 нунов кто-то скажет а где доказательства что иман это не только убеждение сердца и не только слова языка то есть признание языком подтверждение языком но это еще и дия не что иман это слово и дело велициев их ан это слово и деяние слово и деяние кто-то скажет еще убеждение да убеждения на убеждение входит слово почему потому что некоторые из предшественников можно мы найти слова что иман слова и не хочет А где же убеждение? Когда предшественники говорили слово, они имели в виду слово языка и слово сердца. У сердца есть слово. Что является словом сердца? Его убеждение. Сердце говорит, сердце заявляет. Его убеждение это есть его слово. Поэтому когда называют, определяя иман, две вещи, слово и деяние, имеется в виду под словом что? Слово сердца, то есть его убеждение, и имеется в виду слово языка, то есть признание этого всего языку. И деяния. Деяния, опять же, деяния сердца бывают и деяния органов. Поэтому, когда говорят иман слово и дело, под словом подразумевается слово сердца, убеждение, и слово языка. Под деянием подразумеваются деяния сердца и деяния, которые человек совершает внешне, то есть всеми внешним органами. Так где доказательство, что иман это слово и деяние, или иначе говоря, это слово, убеждение и деяние? слова посланника Аллаха и в тексте автор приводит, посмотрите, всегда когда что-то говорит он, он обязательно приводит довод как правило он приводит довод хадис пророка алейхи салатур салам иман имеет 60 с лишним или 70 с лишним ответвлений самая высокая из этих ответвлений свидетельство нет истинного бога, достойного поклонения кроме Аллаха самая низкая низкая не значит плохое минимальное проявление имана или ответвление имана устранение препятствий с дороги людей остыдливость это одно из ответвлений имана вот слова пророка алейхи салатур салам они доказывают то, о чем мы говорили что иман состоит из чего? слова, убеждения и деяния где? хадис читаем иман, прохтусом говорит состоит из 60 с лишним или 70 с лишним ответвлений самое высокое свидетельство «ля иляха иляллах» свидетельство «ля иляха иляллах» внимательно мы говорили свидетельство «шахада» это что? это убеждение в сердце и объявление об этом языку так слова сведетства «ля илях иляллах» указывают что иман включает что? убеждение сердца и включает слово языка. Если человек в сердце убежден, что ля-иля-иля-ла, нет истинного Бога, достоинного поклонения, кроме Аллаха, но когда ему говорят, скажи ля-иля-иля-ла, подтверди свой ислам, подтверди свой тавхид, он говорит нет. И отказывается, и не хочет. Такой человек становится мусульманином, является мусульманином? Нет. Потому что подтверждение этого языком, если, конечно, не немой, это что? Это то, без чего не может быть имана. Итак, слава пророку алей-салату салам, что иман в следующем ответвлении, самое высокое это щагада ля-иля-иля-ла, указано на то, что в иман входит что? Убеждение и что? И слово, слово языка. Дальше пророку алей-салату салам говорит, однага иман туля занят тарик. Минимальное ответвление имана, одно из ответвлений, это убрать препятствия с дороги, убрать препятствия, ветка, камень лежит на дороге, убрать препятствия с дороги людей. Это что? Это убеждение или это слово? Это деяние. Деяние чего? Органов. Деяние органов. Ага, значит, это доказательство то, что деяние органов также что? Является необходимой составляющей веры, имана. Дальше, что пророку алей-салату салам говорит? А стыдливость это одно из ответвлений имана. А стыдливость это что? Это деяние сердца. Это деяние сердца. Понятно? Потому что у сердца есть деяния, у сердца есть такие деяния, как любовь. Это деяние сердца. Деяние сердца. Страх. Это деяние сердца. Деяние сердца. Упование. Это деяние сердца. Деяние сердца. надежда, это рахба, это рахба, то есть боязнь и чаяния, и это альхая, это стыдливость, это тоже деяние сердца. Теперь четвертый пункт был у нас, когда мы говорили, что такое иман. Что иман увеличивается и он уменьшается. Где доказательство того, что иман увеличивается? Слова Аллах Субханава Та'аля. Аллах Субханава Та'аля говорит в суре Тауба. В суре Тауба, 9 суре, в 124 аяте, Субханава Та'аля говорит А когда неспосылается сура, то среди них находятся такие, которые говорят, кому из вас это добавило веры? Чья вера стала от этого сильнее? После неспослания этой суры. И Аллах говорит, что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, увеличивается. Фазадатум зияда, увеличение, фазадатум имана, увеличивается от этого их вера, и они радуются. Это доказательство из Курана, то, что вера увеличивается. И доказательство из Курана, и в Суне много других, кто-то скажет, хорошо, иман увеличивается, вы доказали. А где доказательство, что иман уменьшается? Увеличивается? Понятно. Где доказательство, что уменьшается? Есть люди, которые говорят, иман способен увеличиваться, но уменьшаться нет. Во-первых, то, что увеличивается, может увеличиваться, то способно и уменьшаться. То, что способно увеличиваться, то способно уменьшаться. Во-вторых, на это открыто и четко указывается в хадисе пророка Алей-Саратусара, в сунне пророка Алей-Саратусара. Говорит он, однажды обратившись к женщинам, сказал. Не видел, пророка Алей-Саратусам говорит, не видел из числа обладателей недостаточного ума и недостаточной религиозности кого-либо, кто так же, как вы, мог бы лишить разума благоразумного мужчину. Это пророка Алей-Саратусам сказал женщина. Не видел я из числа обладателей недостаточного. Накось, то есть то, что уменьшено, то, что уменьшается. Обладатели недостаточного ума, недостаточной религиозности. Из числа вот таких обладателей недостаточного ума, недостаточной религиозности. Не видел кого-либо, кто так же, как вы, как вы, женщины, мог бы лишить разума благоразумного мужчину. Сбить с толку благоразумного мужчину. Женщины попросили объяснить пророка Алей-Саратусам, почему их религиозность недостаточная, почему она уменьшенная. Из-за чего она уменьшается? Почему она может уменьшаться? И пророк Алей Саатусам сказал Разве женщина, когда у нее месячные, не оставляет намаз и пост? Оставляет. Приказано ей оставлять. Уменьшаются деяния. Уменьшается, соответственно, иман. Хорошо. Уменьшается религиозность. То есть пророк Алей Саатусам указал на то, что религиозность, иман может что? И уменьшаться. Каждый верующий человек, когда изучает Ахиду, должен понимать, что Ахида изучается не как теория, не как теоретическое знание. Да, мы не какие-то теософы или теологи. Подобно тому, что есть у христиан, есть у иудеев, есть у некоторых людей, которые считают себя образованными, у которых Ахида свелась просто к теории, к теологии и так далее. Ахида изучается для того, чтобы увеличился иман человека, увеличилась его богобоязненность, тем самым заслужил он довольствия Аллах и вошел в рай. Поэтому нет в исламской Ахиде чего-то, что просто так сказано, просто так, как информация, нет. Поэтому мы изучаем для этого Ахиду и каждый верующий человек задается вопросом, а где же, какие же причины могут увеличить иман? Что я могу сделать, чтобы увеличился мой иман? И в общем можно сказать, что этих причин, для увеличения веры их четыре. Четыре причины увеличения имана, которые мы должны знать. Первая причина это изучение тауфи, и да. Изучение единобожия, изучение Ахиды. Первая причина, очень важная причина. Обратите внимание, многие люди, даже те, которые называют себя последователями правильных предшествий, посреди них такие есть. Многие люди, которые уже много лет совершают намаз, много лет совершают различные виды поклонения, и которые вроде бы называют себя искателями знаний, их интересует вопрос кейф, как. Но не интересует вопрос лима. Лиман для кого? Лиман для кого? А верующий обязательно должен эти два вопроса совместить в себе. Обязательно две вещи. Лиман для кого? Кейф как? Лиман для кого? Ты должен познать своего Господа. Кто Аллах, субхану ва-та'аля? Изучать его тауфид. Изучать Ахиду, убеждения ислама, вероучения. Чтобы у тебя был Ихляс. Чтобы ты понимал, кому ты поклоняешься. Чтобы ты понимал, что только Аллах, субхану ва-та'аля, можно поклоняться никому больше. И нужно кейф. Кейф как поклоняться. Как совершается намаз, как делать дикры, как совершаются дикры утром и вечером, как поститься. Вопрос взаимоотношений, как вести торговлю. Это тоже нужно. Но людей почему-то интересует вопрос кейф. Как? И, соответственно, какая наука изучает как? Наука фикх. Как поклоняться и как осуществлять взаимоотношения между людьми. Когда идет урок фикха, люди оживляются и интересуются. И много, и вопросов много. Но прежде этого вопроса стоит что? Лиман для кого? Вопрос Ихляса. Потому что поклонение принимается при наличии двух условий. Каких? От тебя Аллах примет. Если есть Ихляс, искренность, то есть Таухид нужен. А второе что? Мутаба. То есть в этом деянии ты должен следовать за Мухаммадом. Второе, да, люди изучают часто. Больше у них стараний. А вопрос Лиман для кого? Вопрос Ихляса. Таухида пренебрегает многие люди, к сожалению. Когда говоришь ему про это, еще и злится. И говорит, ну что вы все время толдычите? Ахида, Ахида, Таухид, Таухид. Так первое это изучение Таухида. Что увеличивает иман человека. Второе это размышления о созданиях Аллаха Субханава Тааля. Смотри на окружающий мир. Смотри на самого себя. На то, как ты устроен. Как устроено твое тело. Как устроена твоя психика. Посмотри на окружающий мир. На галактики. На звезды. На все посмотри. На реки. На моря. На горы. На животных. На растения. Посмотри. Подумай. Задумайся. Вот эти размышления о созданиях Аллаха Субханава Тааля увеличивают веру человека. Несомненно. Третья причина это обилие совершаемых человеком богоугодных деяний. Совершай побольше дел угодных Аллаха Субханава Тааля. Потому что покорность Аллаха увеличивает иман. А четвертое противоположное тому, что меньше совершай грехов. Мало. Конечно, человек не избежит грехов. Насколько возможно ты обязан, ты должен отказываться от ослушания Аллаха Субханава Тааля. От малого ослушания, от большого ослушания. От ослушания сердца. Потому что грехи сердца, они многочисленные. Многие люди обращают внимание на внешние грехи, но забывают о грехах внутренних. Пренебрегают внутренними грехами. Так, вера, говорит автор, включает в себя сколько столпов? Иман включает в себя 6 столпов. Если тебя спросят, ты верующий? Ты скажешь, да, я верующий. Тебе скажут тогда, тогда разъясни мне, хорошо, вера. Что значит вера? Та самая вера, которую Аллах Субханава Тааля вменил тебе в обязанность. То ты обязательно должен быть в состоянии разъяснить. Вот то, что упомянем мы ниже, иншаллах Тааля, с позволения Аллах Субханава Тааля, это вот минимум, что ты обязан знать, уметь разъяснить о столпах веры, о рукнах имана. О рукнах веры. Так, первый столп имана, первый столп веры, это что? Вера в Аллаха Субханава Тааля. Вера в Аллах Субханава Тааля включает в себя веру в 4 вещи. Вера в Аллах включает в себя веру в 4 вещи. Первое, это таухиид ар-рубубия, то есть единственность Аллаха в господстве. Вера в таухиид господства, то, что Аллах Субханава Тааля единственный Господь. Второе это вера в таухид аль-Улюхия, таухид божественности или достопоклоняемости, что только Аллах, он достоин поклонения и нужно отказаться от поклонения всем другим, помимо Него. Третье это что? Вера в имена и атрибуты Аллаха, в Его прекраснейшие имена и высочайшие атрибуты, таухид аль-Асмавас сифат, то есть таухид имен и атрибутов. И четвертое это вера в существование Аллаха, потому что среди людей есть и такие, которые вообще не верят в существование Творца. Начнем с конца. Вера в существование Аллаха. В последние века очень распространились эти убеждения, которые не были распространены ранее, в древние времена. Убеждение, называемое атеизмом, отрицание существования вообще Творца, единого Творца. Если вам приходится говорить с человеком, который не верит в существование Творца, то вы должны знать, что существование Творца подтверждается в общем виде. Разумом, раз. Физическим восприятием, два. Естеством, фитра, три. И шариатом, четыре. То есть тем, что не спасал Аллах, Субханава Та'ала. Итак, чем подтверждается вера, доказывается вера в существование Аллаха, Субханава Та'ала? Четыре вещи. Какие? Аклен, то есть разумом, фитрой, физическим восприятием и шариатскими текстами. Да. Откровением от Аллаха, Субханава Та'ала, который не спасается. Итак, первое – разум. Разум – здравый рассудок, нормальный рассудок. Он отказывается. Он отказывается не верить в существование Аллаха, Субханава Та'ала. Нормальный разум считает абсурдным, абсурдом отсутствие у этого мироздания. У этого мироздания с его великолепной, с его удивительно гармоничной, то, что создал Аллах, Субханава Та'ала, из галактик, с этим порядком, до удивительной гармонии, которая есть в этом мире. Разум отказывается считать вот это правильным. Как это так? Вот этого мироздания, с его великолепной гармонией, и вот этим порядком, удивительным и точным, нет создателя, нет управителя. Поэтому Аллах, Субханава Та'ала, указывает на вот этот довод в Коране, в Суре Тур. Некоторые люди начинают приводить для доказательства существования Аллаха, свои какие-то доводы, свои какие-то теории, свои какие-то аргументы, построенные на их собственных умозаключениях. Этим занимаются философы. Но, вот посмотрите, когда мы доказываем существование Аллах, Субханава Та'ала, на основе разума, мы тоже должны обратиться на те доводы разума, которым нас направляет Аллах, Субханава Та'ала. Аллах в Коране, в Суре Тур, в коротких, в кратких словах, разъясняет вот это, чем доказывается существование Аллаха, Субханава Та'ала. Неужели, Аллах Субханава Та'ала говорит, неужели их сотворение произошло само по себе? Или же они являются творцами? Или они сотворили небеса и землю? Субханава Та'ала. Неужели их сотворение произошло само по себе? Говорит Аллах Субханава Та'ала. Любой разумный человек знает, что ничего само по себе не возникает. Всегда есть тот, кто сделал это. Человек смотрит на любой какой-то предмет. Смотрит на этот столб. Кто-то создал этот столб. Человек смотрит на картину. Кто-то написал эту картину. Хорошо. То есть на вещи, которые вокруг него, обязательно у них есть тот, кто это сделал. А как же тогда галактики? Как же тогда звезды? Как же тогда реки? Как же тогда моря? Как же смена ночи и дня? Как же восход и закат солнца? Как все эти созвездия? Как эти растения и животные? Все это доводы разума, которые обязывают нормальный рассудок к вере в Создателя. Всевышнего Аллаха Субханава Та'ала. Это доказательство чего? Разума. Далее мы сказали второе, чем доказывается существование Аллаха Субханава Та'ала. Физическое восприятие. По-равски это называется «альхисс». Физическое восприятие. Что это значит? Пример. Тебя постигает печаль, горе, бедствие. Ты оказываешься в крайней ситуации, в затруднении. И ты поднимаешь руки к небу. И ты просишь Всевышнего об избавлении. Ты говоришь «Я Раб, я Раб, о Господь, о Господь». И вдруг, неожиданно, совершенно, неожиданно, ты неожиданно, потому что было безвыходное положение, неожиданно приходит избавление от Аллаха Субханава Та'ала. Это довод, это довод. У каждого из нас были такие случаи. Это довод, полученный каким путем нами? Физическое восприятие. То, что с нами случилось. То, что мы видели, что с нами происходило. Примеры этого еще в Сунне. История, когда пророк Алей-Саратов Сарам находился на Минбаре. И начал просить Аллаха Субханава Та'ала. Аллаху маги сна. У Аллах дай нам дождь. На небе не было вообще ни одной тучки. Ничего, что как-то могло предвещать дождь. Аллаху маги сна. Пророк Алей-Саратов Сарам поднимал руки, просил Аллаха Субханава Та'ала. И сказано в хадисе. Еще не успел он спуститься с Минбара. А уже с его бороды стекала дождевая вода. Другой пример. История, известная, наверное, всем вам. От трех путников, которые укрылись в пещере от дождя. И потом упала скала и закрыла вход в пещеру. Они могли выбраться из этой пещеры. И каждый начал просить Аллаха Субханава Та'ала об избавлении. Все взывать стали к Аллаху. По очереди Аллах Субханава Та'ала заставил вот эту скалу мощную, которая закрывала вход в пещеру, подвинуться. И они все это видели своими глазами. Это доказательство чего? Хейс. То есть физическое восприятие. Третье доказательство. Естество. Фитра. Фитра. Если человек имеет естество, не искаженное посторонним влиянием, то обязательно верить в существование Аллаха Субханава Та'ала. Оставь рожденного ребенка без вот этих влияний посторонних. Без идеологии мерзких, вводящих в заблуждение. Он будет на этой фитре. Он будет в этом естестве, будет понимать существование Аллаха Субханава Та'ала, пророк Али Салату Салам. Поэтому сказал, Каждый младенец рождается в фитре. То есть в естественной склонности к Таухиду, к Исламу. А затем уже родители его, Югауидане, Юнассыране, Юмаджисане. Родители делают из него иудея, или христианина, или огнепоклонника, зора Астрейца. Это третий довод. Довод чего? Фитра. То есть естество. А что касается теперь доводов шариата, то есть того, что не спасал Аллах Субханава Та'ала, доказательства своего существования, их очень-очень много. Более того, Бнуль-Кием. Второй шейху ль-исламу, Бнуль-Кием, Рахима Аллаху Та'ала. Он говорит, смотрите такие слова, что в Куране вообще нет ни одного аята. Ни одного аята, в котором бы не было указания и довода на единобожие, на существование Аллаха Субханава Та'ала и его единственность как Господа Бога. А почему мы начали с вами с приведения доводов разума? Почему не начали с приведения доводов шариата? Доводы шариата важнее. Почему? Потому что кому мы будем разъяснять этот вопрос, что есть Аллах Субханава Та'ала? Мы будем обращаться с этим разъяснением к людям, которые не верят ни в Куран, ни в Сунну. Они не верят в Аллах Субханава Та'ала. Как может быть для них Куран и Сунну доводом? Шариат доводом. А если, конечно, человек верит в шариат, верит в Куран и Сунну, тогда для него доводов Курана и Сунны достаточно. То есть у него потребности в доводах акля, уже в доводах разума у него нет. Более того, здравый рассудок – это правило, которое тоже нужно знать. Здравый рассудок, нормальный рассудок. Он никогда не вступает в противоречие с тем, что говорится в Куране и Суне, с тем, что передано от Аллаха его посланника. И если чей-то разум, какой-то разум, видит какое-то несоответствие в шариате, то, с чем не согласен он, видит в шариате что-то, что противоречит истине, то сразу должно быть понятно, что этот разум испорченный и извращенный в той мере, в которой он не согласен с шариатом. Причину ищи в этом рассудке, который испорчен, а не в шариате. Так первое, что включает в себя веру в Аллаху Субхануа Тааля – это вера в существование Аллаха Субхануа Тааля. Второе – это вера в господство Аллаха Субхануа Тааля, что он единственный Господь, то есть он единственный создатель, наделитель, умерщивляющий, умерщивляющий, управляющий всеми делами, властвующий во Вселенной. Это тавхида рубубия называется, тавхид господства. Третье – это вера в единственность Аллаха Субхануа Тааля, в божественности, то есть в праве на чье-либо поклонение. Это тавхид алюлухия называется, мы с вами проходили. Раньше. И четвертое – это вера в обладание Аллаху субханного тааля божественными именами и атрибутами. Таухид аль-асма вассифат. Что такое Таухида Рубубия, Таухид аль-Улюхия, Таухид аль-асма вассифат. И Таухид вообще мы с вами проходили на первых занятиях. Нужно это повторить. И, конечно же, это из наиболее важных вещей, которые нужно знать. И, конечно, на экзамене. Поэтому вы будете спрошены, иншаллаху тааля. Субтитры создавал DimaTorzok